С вами канал Учебник Слух. География 7 класс. Тема урока – разнообразие природы Африки. Природные зоны в Африке в северном и южном полушариях зеркально повторяют друг друга. Рассмотрим их. И начнём мы от экватора. Густые вечно зелёные леса занимают котловину Конго и северный берег Гвинейского залива. Почвы здесь очень богаты окислами железа и алюминия. Поэтому почвы имеют красноватый цвет и называются красными ферролитными. В условиях жаркого влажного климата деревья образуют несколько высотных ярусов. Стволы деревьев увиты лианами. На крупных ветвях, а то и прямо на стволах, расположились растения-паразиты. Они используют деревья в качестве опоры и источника питательных веществ, а необходимую влагу получают непосредственно из воздуха. Растений так много, что солнечные лучи пробиваются сквозь листву с большим трудом. И у земли царит постоянный полумрак. Большинство животных ведёт древесный образ жизни, и к земле они почти никогда не спускаются. Очень много обезьян, мартышек и колобусов. Но есть и наземные животные. Между деревьями можно встретить грызунов, мелких копытных, например, лесных свиней. Возле водоёмов можно встретить карликового бегемота. Он настолько невелик, что легко может спрятаться под столом. Если бы, конечно, в этих лесах можно было найти стол. В лесах котловины Конго живёт очень редкое животное – окапи. Это дальний родственник жирафа. Кто-то может удивиться, как с такой длинной шеей можно ходить в густой чаще. Очень просто. Дело в том, что у окапи шея короткая, хотя в остальном, очертаниями тела он очень похож на своего длинношеего родственника. И, пожалуй, самый знаменитый из обитателей африканских джунглей – это большие человекообразные обезьяны – шимпанзе и гориллы. В отличие от других обезьян, они большую часть времени проводят на земле, только на ночь забираясь на деревья и то невысоко. Горилла – самая крупная из всех обезьян планеты. Рост взрослого самца может достигать двух с лишним метров. Эти крайне осторожные, миролюбивые гиганты питаются только растительной пищей, всему на свете предпочитая спелые бананы. Огромные размеры, большая сила и крайне угрюмый вид породили множество легенд об их злобном характере. Встреча с гориллой считалась для охотника смертельно опасной. Но никакая сила не может защитить гориллу от выстрела из охотничьего ружья. В результате численность этих интереснейших животных сильно сократилась. Гориллы находятся на грани полного исчезновения и в настоящее время тщательно охраняются в заповедниках, находящихся в труднодоступных горных лесах. Давайте запомним. Густые вечно зеленые леса занимают котловину Конго и северный берег Гвинейского залива. Почвы имеют красноватый цвет и называются красными ферролитными. В условиях жаркого влажного климата деревья образуют несколько высотных ярусов. Саванна занимает около 40% площади материка. Иногда ее называют савановым редколесьем. Представьте себе бескрайние, покрытые травой пространства, на которых одиночные деревья или небольшие их группы стоят на расстоянии десятков, а то и сотен метров друг от друга. Для деревьев в субакваториальном климате условия довольно тяжелые, ведь на несколько месяцев дожди прекращаются совсем. Саванна на долгое время превращается почти в пустыню. Но деревья живут, они смогли приспособиться. Баобаб – дерево не столько высокое, сколько толстое. Его обширный ствол состоит из мягкой волокнистой древесины, которая, как губка, впитывает воду и хранит ее на протяжении всего сухого сезона. Азантичная акация ведет себя по-другому. У нее очень короткий ствол, от которого на высоте всего около метра начинают отходить крупные, почти горизонтальные ветки. Эти ветки образуют очень густую и раскидистую крону, по форме и в самом деле напоминающую зонтик. Этот зонтик затеняет обширную площадь, чем снижает испарение с поверхности земли. А мощные корни зонтичной акации не упустят ни одной капли, сохранившейся в почве воды. Но сухой сезон заканчивается. В саванну возвращаются дожди, а вместе с ними жизнь. Появляется трава, а вместе с ней и животные. Но трава вырастает, а откуда берутся животные? Чтобы это понять, нужно вспомнить разговор о субакваториальном климате. Саванна поражает количеством и разнообразием животных. Больше всего антилоп, самого разного размера. Самая крупная – канна, ростом 2 метра и весом около тонны. А самая маленькая – дукер, с небольшую собаку или крупного зайца. Самые большие стада образуют антилопы гну и зебры. Если есть травоядные, должны быть и хищники. Их разнообразие очень велико. Самого крупного хищника Африки знают все. Это лев. Ну и, конечно, нельзя не отметить самое главное украшение саванны – ее гигантов – слонов, носорогов, жирафов и бегемотов. Африканский слон – самый крупный обитатель суши нашей планеты. Высота его может достигать 3,5 метра и больше. Давайте запомним. Саванна занимает около 40% площади материка. Иногда ее называют савандовым редколесьем. Зона тропических пустынь занимает большие площади к северу и к югу от саванн. Дожди здесь – большая редкость. Гораздо чаще случаются песчаные бури. В условиях тропических пустынь растительность весьма скудная и имеет специфические приспособления. Например, для пустынных растений характерны очень длинные корни. С их помощью растениям удается добраться до подземных вод. Попробуйте выдернуть с корнем маленький стебелек растущего в пустыне растения. Не получится. А для того, чтобы его выкопать, вам может потребоваться целый день и даже не один. Там, где близко к поверхности подходят грунтовые воды, возникают оазисы. Самое распространенное растение в таких оазисах – финиковая пальма, дающая исключительно питательные плоды. Съев всего несколько фиников, человек может целый день не чувствовать голода. Самые крупные животные пустыни – одногорбые верблюды и некоторые антилопы. Эти выносливые животные способны в поисках скудной пищи и воды преодолевать большие расстояния или подолгу обходиться без воды. В пустыне много грызунов, ящериц, змей, которые способны зарываться в песок. Таким образом, они спасаются от страшной дневной жары, а активную жизнь ведут ночью. Самые крупные пустыни Африки – Сахара, занимающая большую часть Северной Африки, и Калахари в южной части материка. Сахара – огромная пустыня, не имеющая себе равных в мире. По площади она лишь немного уступает материку Австралия. Калахари правильнее называть не пустыней, а полупустыней. В отличие от Сахары, где растительность есть только в оазисах, в Калахари почти повсеместно можно встретить растения. Их немного, но они есть. Это и дикие арбузы, которые местные жители используют вместо воды, и колючие алоэ. Их часто можно встретить в наших домах под именем Столетника. Самые крупные растения – это огромные, похожие на кактусы молочаи. Но самое замечательное растение Южной Африки – Вильвичия, являющаяся эндемиком пустыни Намиб. У Вильвичии короткий, не больше 50 см, толстый ствол, от которого в разные стороны отходят всего несколько плотных кожистых листьев, длиной около 3 метров. Живет Вильвичия почти 150 лет, и все время она не сбрасывает свои огромные листья. Давайте запомним. Зона тропических пустынь занимает большие площади к северу и к югу от Саванн. Дожди здесь – большая редкость. Повторим главное. Африка в средней части делится экватором, поэтому природные зоны зеркально повторяются в северном и южном полушариях. Для экваториальных лесов характерны несколько ярусов древесной растительности. Преобладают древесные животные – обезьяны, птицы. На земле можно встретить крупных человекообразных обезьян, горилл и шимпанзе. Саванны занимают 40% площади материка. Здесь обитает огромное количество травоядных животных – слонов, носорогов, бегемотов, жирафов, зебр и разнообразных антилоп. Много хищников, среди которых крупнейшим является африканский лев. В сухой сезон в саванне почти не остаются травы, и огромные стада животных совершают длительные миграции в поисках корма. Тропические пустыни отличаются крайне неблагоприятными условиями для обитания. Тем не менее, здесь есть и растения, и животные, которые к этим условиям приспособились. Среди животных много присмыкающихся, насекомых и других. Самыми крупными обитателями пустынь являются одногорбые верблюды.